Время для новостей Донбасса. В студии Юлия Меншакирова. Здравствуйте. В районе Авдеевки возобновились обстрелы. Как сообщают в штабе АТО, огонь ввелся из тяжелого вооружения. Горячей точкой на карте Донецкой области остается и Зайцево. В минувшие сутки на окраинах поселка стреляли из крупнокалиберных минометов и ствольной артиллерии. Также нарушения режима тишины зафиксированы в районе Маринки, Красногоровки, Гнутова и Широкина. Разделены и забыты. Это о жителях села Лобачево, расположенного на линии разграничения. Здесь нет нормальных дорог. Сюда не ходит транспорт. А людям проще попасть на неподконтрольную территорию, нежели добраться в соседнюю трехизбинку. О тех, кто балансирует на грани, наш следующий репортаж. Дорога на Лобачево считается небезопасной. Засады и фугасы здесь не редкость, поэтому сюда ездят только в сопровождении вооруженной охраны. Лобачево расположено на берегу Северского Донца. На той стороне село Желтое. До войны они подчинялись одному сельсовету. Сейчас Желтое не подконтроль на Украине. Перемирие здесь соблюдается строго. Причина проста. По словам военных, с той стороны им противостоят местные жители и воевать они не хотят. К тому же почти у каждого на этой стороне есть родственники. Жители Желтого часто ездят сюда за продуктами. В Украине они вдвое дешевле. Из-за близости к передовой в Лобачево не хочет приезжать участковый, а пенсию привозят только под охраной военных. Зачастую бойцы единственные, кому местные жители могут обратиться за помощью. Когда стреляли, мины ложились там возле памятника, ложились мины, перебило свет. Электрики сюда ехать отказались. Люди готовили были сам починить, но не было кабеля. Договорились с электрикой, привезли им этот кабель. Тут люди сами себе сделали свет. До ближайшего украинского населенного пункта 20 километров по разбитой дороге. До счастья Новоайдара чуть дальше. Но местные жители ездят туда только в исключительных случаях. Дорого. Тысячу гривен надо заплатить. Если четверо собираемся, то по 250. А так тысячу гривен. Вот я съездила. Сын, невестка. Сейчас в Лобачево проживает около 200 человек. В основном пенсионеры. Работы в селе нет. Люди выживают благодаря пенсии гуманитарки. За медицинской помощью ездят на ту сторону. В Желтом есть большой медпункт. Врачи есть. Обращаемся туда. Нам не отказывают. Как, впрочем, раньше это было всегда. И в область тоже можем. Пятеро оставшихся в Лобачево школьников также учатся в Желтом. Ведь своей школы на подконтрольной территории нет. Мама одного из учеников особых изменений в программе не увидела. Говорит, разве что пятерки вернулись, до истории Украины убрали. Если раньше они по-украински учились, то есть все предметы были украинские, то сейчас они это все предметы русские. Что делать с дипломом так называемой ЛНР, школьники и их родители пока не знают. Говорят, надеются, что боевые действия скоро закончатся и дети получат украинские аттестаты. Светлана Павлюкова, Алексей Кашпаровский, Алексей Соливон, Андрей Лыс. Специально для телеканала Донбасс. Миграционную службу снова обязали стоять штампы в справках переселенцев. Соответствующее постановление приняло правительство. Однако не все ведомства готовы возобновить процедуру. При этом тысячи вынужденных мигрантов остались не только без соцпомощи, но и без пенсии. Наши журналисты разбирали ситуацию. Кристина Переселенка из Макеевки сама воспитывает двоих детей. Вернуться в родной город мать-одиночка не может. Дом разрушили снаряды. Красноармейская семья живет второй год. За это время уже трижды съезжали со съемных квартир. За однокомнатную приходится отдавать больше двух тысяч гривен. Такая арендная плата для женщины не по карману. А с марта макеевчанки перестали платить и так называемые переселенческие. Женщина говорит, соцработники все еще проверяют ее статус. На данный момент идет проверка. В черном списке ей или нет, мне такой информации дать не могут. Сказали, ожидайте. Вас проверят, обработает база данных и будет какой-то ответ положительный либо отрицательный. Старшей дочери Любви не только перестали платить соцпомощь, но и пенсию по инвалидности. Сами вынужденные мигранты и список, почему попали в список псевдопереселенцев, не знают. Любовь уверяет, за два года ни разу не пересекали линию разграничения. Она вообще никуда не ездит. Она больная. У нее шизофрение. Куда ее повезут? Куда ее повезут? Ничего не дали. Ни пенсии не дали, ничего не дали. А мне дали тысячу. Я могу с ней прожить на тысячу. Работники пенсионного фонда Красноармейска уверяют, восстановить выплаты Любви и ее дочери можно. Для этого переселенцам необходимо подтвердить фактическое место проживания на территории подконтрольной Украине. Проще простого человеку обратиться в управление социальной защиты, подтвердить свое место проживания в городе или в районе, обратиться к нам с заявлением. Мы восстановим выплаты. Так сделала Анна, но выплаты ей все равно не восстановили. Переселенка уверена, деньги не платят из-за нового постановления правительства. Без отметки миграционной службы управление соцзахисту не имеет права начислять переселенческие. На данный момент миграционная служба не ставит эти штампы, а управление соцзахисту не продляет. То есть на сегодняшний день мы остались совершенно без денег к существованию. Миграционной службе объясняют, ставить отметки не могут, поскольку это противоречит предыдущему постановлению Кабмина. Документ отменял наличие штампов в справках переселенцев. Решить юридическую коллизию предлагают отметкой в паспортах. Изменения пока в постановлении Кабмина никакие не внесены. Мы можем проставлять штампы временной регистрации, но не на справке переселенцев, а в паспорта. Согласно, если это устраивает вам для выдачи и оказания помощи, мы можем люди регистрироваться. Чтобы поставить регистрацию в паспорте переселенца, необходимо согласие владельца арендованной квартиры. А временно прописать у себя вынужденного эмигранта решится не каждый. Да и сами переселенцы на новую, хоть и временную прописку, не соглашаются. Люди тоже боятся в связи с регистрацией, как им там пересекать, ездить домой, и не утратят ли они статус темчасового переселенца, если у них будет регистрация, стоять в паспорт. В управлении труда и соцзащиты говорят, помочь переселенцам тоже пока не могут. Ожидают разъяснений к новому постановлению Кабмина. Коализия в том, что постановок Кабмина действует, мы не имеем права их не выполнять. И назначать без штампа миграционной службы мы не имеем права, никакие виды державных допомог. И поэтому проблемы, безусловно, есть. Но мы ждем, что все-таки постановок Кабмина внесется изменение в ближайшие дни. На данный момент в Красноармейске зарегистрировано больше 10 тысяч переселенцев. Возобновят ли им выплаты, неизвестно. Ольга Сламяна, Телеканал Донбасс. Как защитить свои права и о новой процедуре учета переселенцев, мы узнаем у правозащитников. Гость нашей студии Елена Виноградова, правовой аналитик Всеукраинской благотворительной фундации «Право на защиту». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Елена, разъясните, пожалуйста, новое постановление Кабмина и юридическую коллизию, которая возникла. Дело в том, что в закон об обеспечении прав и свободно от неперемещенных лиц были внесены изменения, которые вступили в силу в январе. Вот согласно им, справка переселенца, она бессрочная, с 13 января 2016 года. Точно так же, согласно этим изменениям, миграционная служба не имеет права больше ставить штампы, отметки в справках о месте проживания внутренне перемещенных лиц. Сама по себе справка уже является подтверждением места проживания внутренне перемещенного лица. В этом же законе сказано, что постановления Кабмета министров, они исполняются в той части, в которой не противоречит этому закону. То есть закон имеет высшую юридическую силу. Но Кабмет министров, он упорно отказывается исполнять требования закона. И он продолжает вот эти требования о том, что в справке должен быть штамп миграционки, о том, что людей нужно проверять, о том, что люди должны каждые 6 месяцев приходить в управление соцсобеспечения и продлевать эту справку. Что незаконно. Это незаконно, но тем не менее штамп будет требовать. Так что же делать людям? С чего начать? Какова процедура, механизм? Что сейчас вот делать? Ну, для того, чтобы, поскольку все социальные выплаты, они прикреплены к справке, для того, чтобы люди получили все-таки в этом месяце все свои пенсии, все свои переселенческие выплаты, мы рекомендуем все-таки пойти в управление соцсобеспечения обязательно с письменным заявлением и просьбой продлить справку. И в этом же заявлении указать, что человек постоянно проживает на подконтрольной территории. Вот такое заявление управление обязано принять, зарегистрировать и соответствующим образом письменно на него отреагировать. В том числе продлить справку. С вот этой продленной справкой пойти в миграционную службу. Дело в том, что миграционная служба... Погодите, а если мы придем в управление социального труда и защиты, то как мы докажем, что мы там побывали? Нам выдадут на руки какой-то документ? Нам, я говорю, переселенцу выдадут на руки какой-то документ? Нам же с чем-то нужно идти в миграционную службу, а не только с... Безусловно, да. Вот взять два варианта такого заявления. Один сдать в канцелярию, получить входящий номер в своем экземпляре на втором. Показать паспорт и показать старую справку. Старую справку должны продлить. На ней поставить отметку о том, что справка продлина. Это уже в миграционной службе? Нет, это в управлении социобеспечения. И вот с продленной справкой пойти в миграционную службу. Кабинет министров дал протокольное поручение миграционной службе продолжать проставлять эти отметки в справках. Миграционная служба буквально на днях отправила письмо на все региональные подразделения о том, чтобы они продолжали ставить отметки в этих справках. И по идее, со следующей недели переселенцам должны будут продолжить ставить эти отметки о месте проживания, о справках. И поэтому в отделах миграционной службы на местах переселенцы смогут получить вот эти отметки о месте проживания. А вот у нас в сюжете прозвучало предложение миграционной службы, чтобы ставить отметки в паспортах. Дело в том, что это общая процедура, которая касается регистрации и перерегистрации места жительства. В законе о внутренне перемещенных лицах до изменений были положения о том, что отметки в паспортах о перемещении не ставятся. Сейчас этих положений нет, но по общему правилу человек не менял сознательно место проживания, он вынужденно переселился. И вот факт его переселения и перемещения подтверждает справка, что и сказано в статье 5 закона о внутренне перемещенных лицах. Спасибо, Лена, за такую вот тщательную процедуру оформили справку. И последний вопрос, у нас мало времени, но вот у нас женщина не получила свои соцвыплаты в сюжете. Если она продлит справку, с какого момента ей возобновят эти выплаты? Министерство социальной политики обещает, что выплаты возобновятся с момента их приостановления. Поэтому будем надеяться, что в итоге каждый гражданин не потеряет в сумме своих социальных выплат. Спасибо. У нас в гостях была Елена Виноградова, правовой аналитик Всеукраинской боготворительной фундации «Право на защиту». Вернемся к другим темам выпуска. Они жили под обстрелами. На их глазах гибли близкие. Они, дети, не объявлены войны и живут теперь в лесной заставе. Так называется уникальный центр в 40 километрах от Киева. Сегодня там находится 60 детей от 6 до 15 лет. Всего за неполных два года в заставе побывало полторы тысячи человек. Кто и как лечит детские души, видела Татьяна Блинова. Лежит у нас человек без сознания. Мы идем по улице, ты лежишь без сознания. Что мы делали? Так обучают детей недалеко от Киева в лагере лесная застава. Дома, на Донбассе, полученные тут навыки могут спасти жизни им и их близким. Эти мальчики и девочки не раз побывали в смертельной опасности. 11-летняя Маша приехала из Маринки, Донецкой области. Дома у нее остались родители и маленькая сестра. Девочка очень за них переживает. Там мы прям слышим вот это... Через три секунды, как они зашли в подвал, попал снаряд. Тогда я очень раз думала, что Веру зацепила, и начала рыдать. Я боюсь, что, например, они умрут, а я останусь. Детей, переживших войну, отличает повышенная ответственность. Часто не их, а наоборот, они успокаивают и поддерживают своих родителей. Алене 10. Девочка очень хочет домой. Там у нее мама с двухлетним братиком. Утро было. Мы вышли с подвала и начало еще гупать. Мама испугалась. Сбежали в подвал, мама плачет. Я плачу, пытаюсь ее успокоить. Но страшно очень было, непередаваемо. Дети в этом лагере для своего возраста пережили слишком много. То, что могут выдержать не все взрослые. Есть дети, которые потеряли кого-то из близких. Есть дети, которые пережили насилие. Есть дети, которые какое-то время очень нуждались и голодали. Ирина Сазонова по образованию психолог. Два года назад начала вывозить детей из мест, где шли жестокие бои. Практически в никуда. Этот лагерь возник посреди заброшенного яблонищиного сада. В этом месте стояли полевая кухня, палатки МЧС. Сюда вывозили первых детей. Это было в июле 2014 года. Первая группа состояла из 8 детей. В конце лета в лагере их было уже 150. Вот тут готовили. Жили в таких палатках. Думали, что это ненадолго. Думали, что это где-то недельки на две. Потом война закончится, и мы их вернем назад. Количество травмированных детей и глубина проблемы показали. Необходима специальная подготовка. Работают в лесной заставе психологи, которые прошли курс обучения в штабе Рената Ахметова. Выпускниками программы стали 250 специалистов, умеющих работать с травмой войны. Мы понимаем, что на самом деле психологическая помощь будет максимально востребована через 5-10 лет. Не сейчас. Сейчас мы находимся в условиях войны. А через 5-10 лет ситуация может катастрофически измениться, и эта помощь будет нужна еще в большей степени. По данным гуманитарного штаба, каждый четвертый ребенок, находящийся в зоне военного конфликта, травмирован. Страшные последствия этого могут обернуться жестокостью и склонностью к насилию. Мы получаем целое поколение плохих родителей, которые будут схильнее до насильства. По данным международных организаций, во время боевых действий на Донбассе десятки детей погибли. 200 ранены. В то же время количество детей с травмированными душами достигает сотен тысяч. Всем им нужна своевременная и профессиональная помощь. Татьяна Блинова, Евгений Якунин, телеканал Донбасс. На этом прощаюсь. Увидимся, как и обычно, во время новостей Донбасса. Берегите себя и близких. Редактор субтитров А.Семкин